Вы знаете, так часто бывает, что в течение дня у тебя возникает необходимость в горячей воде, в кипятке. Ну, там быстро себе чай навести или просто хотя бы в кипяток бросить лимон, ложечку меда, намешать. Ну, потому что время к холодам, понимаете, и горячей жидкости хочется больше. А времени на то, чтобы быстро вскипятить себе воду, нету. Поэтому я использую вот этот вот метод. Я кипячу чайник и наливаю в термос с утречка. Вот. А потом в течение дня я использую вот этот кипяток. Я утром себе на самом деле завариваю вот в этой турке кипяток, не завариваю, кипячу в этой турке кипяток воду. И, ну, это для завтрака. Ну, утром я так сильно не тороплюсь на самом деле, поэтому я могу это сделать не спеша. Но уже в течение дня, да, в течение дня у меня в таком легком доступе нету кипятка, поэтому вот это меня выручает. Я обычно этим методом пользуюсь, ну, как бы, когда приходит холода, потому что, опять-таки, хочу сказать, все время есть потребность в горячей воде. И вот пока холодно, у меня всегда на столе лежит этот термос с кипятком. Вообще этот термос мне подарила моя подруга Еяна, которая в Америке живет. Вы ее как-то в моих роликах видели. Вот. Очень хороший термос. Это икеевский термос. Он, кстати, стеклянный. Сейчас это тоже такая большая редкость. Вот. И очень долго сохраняет воду. Я уже его проверяла. Он фактически сутки воду держит такой достаточно горячей. Но я на самом деле что хочу сказать? Ведь я почувствовала большую разницу в оплате за месяц, за газ. Когда используешь вот этот вот метод уже готовой кипяченой воды. Когда тебе не приходится каждый раз сжигать газ, чтобы кипятить воду ради того, чтобы, ну, как бы, выпить чай. А, иногда, знаете, я вот, например, когда завариваю себе чай в турке, ну, я знаю, приблизительно, мне нужно столько. Я все равно не угадываю никогда с объемом. Все равно получается воды больше, чем нужно. Я, конечно, остаток не выливаю в раковину. Нет. Я выливаю его в чайник. Ну, или вот сюда. У меня стоит вот бутылка для кипяченой воды. Сейчас у меня там в чайнике тоже вода остынет. Я солью сюда. Но когда и тут, и там уже полно, понимаете, то ты не знаешь, что делать с этим. Смотрите. На даче в свое время, ну, было такое дело, была дача. На даче я выкручивалась именно этим методом. У нас был газовый баллон. А как-то хочется, знаете, сэкономить газ в баллоне, ну, потому что на приготовлении пищи. И я ровно так и делала. Я утром кипятила чайник воды, выливала в термос. Вот. И каждый раз мне приходилось расходовать вот эту вот энергию газовую на то, чтобы просто попить чаю. Например, тебе нужно один стакан чая, ну, или два стакана чая. И ради этого кипятить целый чайник. Опять-таки хочу сказать, даже если вы кипятите немного, то есть вы где-то приблизительно рассчитываете, сколько вам нужно. Вот я как бы не рассчитывала. У меня всегда, всё время остаётся. А вот на вот это то, что остаётся, расходуется энергия. И это не значит, что я, например, всю эту воду выпиваю в течение дня. Нет. Потому что я могу потом заварить себе кофе, предположим, или там заварить себе какао на молоке, тоже, предположим. То есть я не буду использовать эту воду. Но это не значит, что она у меня пропадает. Во-первых, когда остаётся вода, она же остаётся ещё горячая, ну, тёплая. И я просто беру лимон, бросаю вот в эту воду, а наутро у меня уже полезный напиток, поднимающий иммунитет. Понимаете? Утром я выпиваю эту воду. Вот. Освобождаю термос и опять заливаю кипятком. Но это уже после завтрака. Я завтракаю, а потом уже быстренько себе делаю вот такой вот кипяток. И вот так все холодные месяцы года я пользуюсь этим способом. Я хочу сказать, что это даёт серьёзную экономию. Вот вы хотите и верьте, хотите и нет, но я это почувствовала. А мне есть ради чего экономить. Поэтому я продолжаю пользоваться этим методом. Я где-то начинаю, наверное, вот со середины сентября. Вот. И по конец апреля у меня всегда на столе стоит термос с водой. А летом уже в тёплое время уже я, ну, как бы довольствуюсь водой комнатной температуры, потому что она уже бывает тёплая. И термос исчезает с поверхности столешницы. Вот если что, если что, поделилась своим опытом с вами. Всё. Мне вот «Поговорили» называется. Мне, как всегда, вот дай только поговорить возможность. Училка одним словом. Ладно, у меня есть дела, я пошла дальше. Ладно, я пошла дальше. Что у меня на обед. Пережарила куриные голени с луком. Сейчас отправляю в них, прямо так сверху, барбарис. Я его перемыла. Постараюсь равномерно распределить. Конечно, это не так легко одной рукой. Добавляю сюда шафран. Совсем чуть-чуть куркумы. Я замачивала рис, вот этот, длиннозёрный. Я люблю именно такой. И слила в воду, промыла его хорошо. Отправляю сюда. Так, сейчас распределю за кадром. У меня уже закипела вода в чайнике. И я потихонечку по ложке выливаю воду. Почему по ложке? Чтобы всё, что внизу, не стало подниматься наверх. Мне нужно, чтобы и лук, и курочка оставались внизу. Ну, это не может получиться прям идеально-идеально. Хотя, когда как. А воду наливаю так, чтобы буквально на один-два пальца. На один палец достаточно над рисом. Берём крышку. Немного оставляем. Вот так вот крышку до конца не закрываем полностью плотно. И средний огонь. Вода закипела. Проверяю её на соль. Соли маловато, поэтому добавляю. Хотя я курицу и лук солила, но соли оказалось мало. После того, как вода опустилась ниже уровня риса, делаем следующее. Кладу железку на газ. Добавляю кастрюльку. Накрываю полотенцем. Крышка. Плотно-плотно-плотно, чтобы пар не выходил. И вот так вот собираем уголки к середине. Всё. И оставляю минут на 30, может быть даже на 40. Но газ убавляю. Но дождусь, когда железка нагреется, а потом убавлю газ. Потому что я обычно это делаю заранее. Кладу сразу железку на газ, чтобы она разогревалась. И на тихий газ. И сразу перекладываю кастрюльку. Но так как сейчас я забыла это сделать, увы. Ничего. Я подожду, когда железка нагреется и сделаю газ тише. Главное, это просто не забыть про этот момент. У меня сейчас в планах разобрать комод, который в спальне. Точнее, разбирать мне на самом деле нечего. Потому что у меня здесь всё по своим местам. Всё абсолютно по своим местам. Мне нужно только что сделать. По ящичку так освобождать ящик. Протирать пыль. И опять всё складывать обратно. Я вот себе уже здесь сидушку положила. Потому что потом колени болят. Мокрые. Ой. Ну, как вас? Вот. Влажные салфетки. Мне в помощь. И сразу кулек для мусора. Давайте, поехали. Работаем. Комод я начинаю протирать с нижнего ящика. Сначала его, естественно, освобождаю от всех принадлежностей. Хорошенько протираю. Даю некоторое время просохнуть. Потому что всё-таки влажная салфетка. Ну, то есть не тороплюсь возвращать на место предметы. А вообще в этом ящике у меня хранится всё для волос. Скажем так. Здесь вот этот вот набор, который мне дарила дочь от Philips. Очень хороший набор с разными насадками. Ну, в общем, можно по-всякому закручивать волосы. Ну, мне кажется, он даже такой более профессиональный. А это у меня бигуди. Да-да. Тоже использую, когда нужно сделать укладку. Когда куда-то выхожу. Ну, если мне нужно что-нибудь такое очень презентабельное. А в этой сумочке я храню плойки, утюжки. Потом вот эти щётки. С помощью которых я укладку делаю. И непосредственно сам фен. В общем, с этим ящиком я закончила. А тут во втором ящике у меня хранятся шарфы. Шапки, перчатки. Вот. И это мамин платок. Каждый раз, знаете, я вот так вот его достаю, понюхаю. И потом возвращаю обратно. Ну, память. Мне кажется, что он до сих пор ею пахнет. И это для меня очень значимо. Мне очень нравится, как я организовала вот этот вот шкаф. Который я отвела для шарфов, шапок, перчаток. Я использовала не какие-то особые там органайзеры. Ни в коем случае. Это самая обычная коробка из-под обуви. А вот эта вот коробка из-под сервиза чайного. Так как он уже был с разделителями, то я туда так аккуратненько рулоном свернув уложила шарфики. Это очень удобно. Также я вот возвращаю на место перчатки. Потом у меня есть наборы шарф и шапка. Вот. И еще есть у меня пояса. С этим шкафчиком я закончила. И перехожу к последнему верхнему шкафу. Здесь, знаете, может только показаться, что тут бардак. Никакого бардака нет. У меня там идеальнейший порядок. Просто от того, что у меня все вот эти вот места для хранения, все эти, так сказать, органайзеры, контейнеры, они все разношерстные. Как что под руку попадало. Например, коробка из-под обуви. Или же это коробка железная из-под печенья. Вот все шло в ход. Вот. Поэтому такое ощущение создается, что там на самом деле, ну, как бы все так в разброс. Ни в коем случае. У меня все классифицировано. У меня все на своих местах. И я могу даже закрытыми глазами открыть этот шкафчик. И я достану ровно то, что мне нужно. Вот. У меня, причем, сложно все это ровно так, как я это использую. Ну, в общем, еще раз повторюсь, классифицировано. Я молодец. Я с комодом закончила. Время зря не потеряла. У меня ушло на все про все где-то минут, наверное, 20. Ну вот. И не зря время провела. Осталось только протереть зеркало. Я протираю сначала влажной салфеткой, потом сверху сухой. Никаких разводов. Все прекрасно получается. А потом просто протираю поверхность. Вот. Поленилась, правда, бока тоже протереть. Но в следующий раз не поленюсь. Наверное. Смотрите, вот такой вот рассыпчатый получается рис. Вкусный-вкусный. Несмотря на то, что это длинный и тоненький рис, он все равно вот приготовленный таким способом. Получается такой прям вот. В общем, какой надо. У меня к рису корнюшончики. Правда, я люблю, знаете, что? Маринованные помидоры с рисом. Это так вкусно. Ну, и еще люблю с готовым, с йогуртом. У меня его просто нету. Бежать за ним не охота. Но есть вот это вот. А есть я буду на балконе. Да, как всегда, развешено белье. Солнце. Есть легкий ветерок. Сидеть комфортно. Так что мне приятного аппетита. Всем, кто за столом, тоже приятнейшего аппетита. И курочка такая прям нежная-нежная получается. Ватная. Все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok